Прошлое тысячелетие. У нас настоящее и будущее. Передовые технологии, еще раз повторюсь, которые были разработаны в лучшем институте и которые были созданы на лучшем заводе. Это Атами Косметика. Так, далее, я думаю, с отзывами пока закончим, продолжим. Я хочу рассказать об истории замечательных людей. Перед вами замечательная семья. Таля и ее супруг Муилон. И ее замечательные дети, Клинин и Ина. С Талей мне посчастливилось познакомиться на курсах корейского языка в Сеуле. Хочу рассказать, как начался их путь. Таля оказалась в Корее в начале 2000-х годов. Там познакомилась с Мунгемом, они улюбились, поженились. Все было классно. У них были свои трудности. Все люди проходят через сложности. Каждый справляются по-своему. И Таля с Мунгемом решили, когда они думали, чем заняться, решили попробовать себя в бизнесе. Стали закупать продукцию в Корее, качественную продукцию. Они искали качественную продукцию по доступным ценам, чтобы люди в СНГ могли их покупать. И отправляли в Россию. В Россию, в Украину. То есть тем контактом, который у них есть. Изначально вообще, как все это началось, вспомнил. То, что как зародилась такая идея. Кто-то из знакомых узнал, что в Южной Корее классные носки. И сказал, что Таля, слушай, купи мне корейские носки, отправь. Разрушил они классные. То есть Таля сделала это один раз, отправила. Просто подруга там нашла, купила, отправила. В следующий раз подруга попросила еще больше. А потом стали просить друзья этой подруги, знакомые и так далее. То есть Таля уже стала расти такая сеть. Потому что Таля предоставила что? Абсолютную цену, абсолютное качество. То есть это был продукт, который выше качеством всего того, что предлагалось на рынке тогда в России. И по доступной цене. Примерно по той же цене, что на рынке. Может быть даже дешевле. И при этом лучшего качества. Соответственно, у людей тоже так стал расти малый бизнес. И стало заказов все больше. Потом это были не только носки, а разнообразные одежды, разнообразные бренды. Таким образом Таля раскрутил один бренд. Он стал очень популярным в России. Как вы думаете, что произошло потом? Не совсем. Не девальвация. Нашелся человек, который увидел, что о, раскрученный бренд. Он, у этого человека было много денег. Он отправился в Корею и заключил заводом прямой договор. Прямой договор поставки, эксклюзивный. Соответственно, у него есть раскрученный бренд. Ему не нужно делать никакой работы, все о нем знают. Пожалуйста, просто большой крупный бизнес отжал бизнес у малого бизнеса. То есть это тоже стандартная схема, которая популярна в нашем мире. Но Таля не стала умнывать. Они с супругом раскрутили следующий бренд, который впоследствии также отжали. И так далее. Это продолжалось несколько раз. Пока Таля наконец-то не сказала, слушайте, надоело, хватит. Сколько можно работать, чтобы делать богатые вещи?